Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон, если на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие сплетники, мы примеряем на себя разные роли в течение жизни. Школьник, студент, наемный работник, руководитель отдела, предприниматель. Меняться — это нормально. И лучше всего этими изменениями управлять самостоятельно, не ожидая, пока за вас это сделает кто-то другой. Попасть в сферу IT может абсолютно каждый. Не верите? Можно плыть по течению и надеяться, что судьба приведет вас к успеху. Или разобраться, куда грести, поверить в свои силы и взять этого быка за рога. 24 ноября в 19.00 по московскому времени «Скиллбокс» проведет образовательное ток-шоу с Дмитрием Нагиевым, посвященное вас требованиям в 20-23 IT-направлениях. Став участником ток-шоу, вы получите мощную мотивацию от Дмитрия, ведь он точно знает, как добиваться своего, несмотря ни на что. Он поделится своим опытом, расскажет, что позволило ему достигать цели и поможет вам решиться изменить вашу жизнь к лучшему. У вас будет возможность самим попробовать себя в роли востребованного IT-специалиста, программиста, IT-маркетолога и дизайнера. В этом вам поможет команда экспертов «Скиллбокс». Они дадут понятные инструменты, которые помогут освоить новую профессию. Без подарков вы точно не останетесь. Вы получите три курса и полный гид по современному рынку труда в подарок сразу после регистрации на эфир. А 24 ноября все, кто будет онлайн, примут участие в розыгрыше 10 курсов с безумной скидкой в 90%. Регистрируйтесь на вебинар по ссылке ниже. Это будет ваша точка старта. Дальше все в ваших руках. Все ссылочки в описании к этому ролику. Буквально на днях король Англии Карл III обнародовал скульптуру собственной матери королевы Елизаветы II. Была открыта статуя в стене крупнейшего готического собора Британии. Он празднует долгое правление королевы Елизаветы II. Королева Елизавета II в любом случае. Один из самых долго правящих монархов Британии. И вот ее сын открыл статуи собственной матери. Планирование этой статуи началось приблизительно 5 лет назад. И должна была эта скульптура отметить королевский платиновый юбилей правления Британии. Но что-то пошло не так. И вот наконец-то статуя Елизаветы II появилась на стене этого собора. Неимоверно красивая статуя. И вот если смотрим близко, великолепная работа скульптора. Королева, почившая буквально несколько месяцев назад королева Британии Елизавета II. Стоит со всеми своими регалиями во нише этого самого кафедрального собора. Очень-очень красиво. Было все закрыто тканью пурпурного цвета. На этот цвет королевской семьи. И вот наконец-то статуя явили всему миру. Очень-очень красивая, великолепная работа статуя. Вписалась в собор очень гармонично. Один из самых долгоправящих монархов Британии. Была, конечно, огромная боль для всего британского народа с ее уходом. Чтобы не говорил про королевскую семью. Елизавету II будут помнить очень долго. И только хорошими словами. Мне очень интересно, дорогие сплетники, кто уже начал смотреть пятый сезон Короны. Кстати, там появился Борис Ельцин, бывший президент России. Роль первого президента России сыграл российский актер Анатолий Котенев. На самом деле он много раз играл в голливудских фильмах. Здесь опять же про Netflix. Но тем не менее, он Дина, побег из ГУЛАГа, супруга Ельцина. Наину тоже сыграет российская актриса Марина Шиманская. Я не смотрел пятый сезон. Я, наверное, остановился на втором сезоне Короны. Очень тяжело мне дается. Мне говорят, дай буквально три сезона, а потом пойдет, поедет. Поэтому я не начинаю смотреть с пятого сезона. Хотя, наверняка, самый интересный сезон. Там и будет кончина принцессы Дианы. И все настолько они скурпулезно воссоздают исторические факты королевского семейства. Просто глазам своим не веришь. Сейчас абсолютно по всем и русскоязычным, и англоязычным пабликам бегают эти вот сравнения. Документальные съемки членов королевской семьи. И то, что воссоздал Netflix в пятом сезоне Короны. Ребята просто мурашки бегают, потому что столько это все скурпулезно. Великолепная работа костюмеров. Великолепная, я считаю, работа актеров. Шикарный сериал. Я смотрю, как задирает планки как HBO, так и Netflix. И просто встаешь и хлопаешь в ладоши, потому что люди огромные профессионалы своего дела. И работа получается просто на ура. Вы знаете, в последнее время постоянно ходят вот эти вот слухи, что Брэдли Купер и Ира Шейх опять воссоединились. Постоянно ходят вместе, выгуливают собственную дочку. Красивая пара. Но опять же, сколько слухов ходит об нетрадиционной ориентации как самой Иры Шейх, так и Брэдли Купера. И вот буквально всю эту неделю муссировались слухи, что пара вроде как сошлась. Нужно им было сойтись, потому что и общая дочь. Вообще они великая, кто смотрится вместе. Но инсайдеры говорят следующее. Воссоединились они с одной простой целью. Родить еще одного ребенка. Вот она какая тема. Вы знаете, на самом деле у меня нет никаких проблем, даже если он в теории гей. Ничего не доказано, но слухов очень много ходит. И вы знаете, я во что верю. Я верю, что нет дыма без огня. Если люди говорят, что, возможно, человек по мальчикам, всякое может быть. Опять же, в этом нет ничего предусудительного. Но играют они вот эту свою красивую игру. И Ира Шейх не в первый раз была замечена в качестве бороды. И в то же время Ира Шейх постоянно ходит со своей вот этой вот любимой подружкой. В этом нет ничего плохого, на самом деле, смотря на эту пару. Даже если они оба нетрадиционной ориентации, мне лично очень-очень завидно. Потому что я считаю, вот такая вот договоренность, когда в сухом остатке два красивых человека создают вместе союз, неважно на каких условиях, и производят потомство. Это круто. Вот, блин, вот нет у меня такой красивой девчонки нетрадиционной ориентации, чтобы создать вместе красивеньких детей. Огромная личная моя печаль. И когда я смотрю на такие, пускай, давайте в теории представим, что это была их договоренность. Правильно, ну красиво, красиво живут Ира Шейх. Ребята, девчонка из Савка. Девчонка наша из Савка. Я сам родился в Савке, кто не знает. И смотря на эти вот отношения обоих. Круто. Очень-очень круто. Кстати, дорогие мои, помните вот эту вот информацию про Ника Глая? Мы сейчас просто наблюдаем за этой ситуацией, как она развивается. Я так понимаю, он до сих пор не был депортирован в Молдову. И сегодня появилась информация, что комиссию правозащитников по надзору за тюрьмами не пустили с проверкой в миграционный центр, где насильно побрили Ника Глая. Я не знаю, по какой причине. Я думаю, что если не пускают противозащитников, значит, есть что скрывать. И, конечно, ужасно после нашего предпоследнего видео, когда мы говорили о моральном уничтожении блогера Ника Глая, не заслужил парень такого однозначно. Огромное количество людей писали, что это первое фейк. А второе писали, что так ему надо. Вы серьезно, ребят? А если бы это был ваш ребенок, который просто снял глупый тикток? Неужели так же бы радовались? И знаете, я постоянно повторяю эту тему. Ника Глая — это публичный человек, на деле которого мы видим те самые свободы в России, какие они сейчас имеются. Даня Милохин, дорогие мои, сообщает следующее в своем телеграм-канале. А Даня чего такой веселый? Это цитата. Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд. И теперь на ТВ в России его не пустят. И это самый настоящий факт. Когда он в свое время, буквально несколько недель назад, отказался от участия в Ледниковом периоде. Я тогда серьезно задумался. Это же надо отказать федеральному каналу. И не просто отказать федеральному каналу, а отказать во время, когда шоу непосредственно уже снимается. Я понимаю глупый ход. Я понимаю, что этот ход, он подставил целую съемочную команду. И такие шансы, которые дают Дане Милохину, в частности, сниматься на федеральном канале, они даются по очень большому блату. И если ты так наотмашь бьешь и Константина Эрнста, и всю вот эту вот федеральную систему телевидения, ты понимаешь отлично, что вторых шансов данного не будет. Он глупый, он молодой, но опять же сделал свой выбор, на что он имеет полнейшее право. И то, что он сейчас внесен в черные списки звезд, которым теперь никогда ни под каким соусом не пустят обратно на федеральный канал, в это я тоже, к сожалению, верю. Но я также верю, что Дане Милохину будет гораздо свободнее, назовем это так, находиться в Соединенных Штатах, чем в России, где шаг вправо, шаг влево, и тебе уже прилетает. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, сейчас время просто невиданных распродаж. С 11 числа у ребят из Тартуфи просто идет неимоверный праздник низких цен. Сейчас идет время Всемирного Дня Шоппинга, поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании. Тартуфи.ру. Абсолютно на все. До 15 числа у вас будет скидка 25%. 25% на великолепный кофе, на шикарные гурме продукты из Италии с трюфелем. Просто вкуснейшие, ароматнейшие итальянские специи, паста, ну и, конечно, оливковое масло. Ребят, но кофе, вишенка на этом торте, на торте. И это все стоит сейчас на 25% дешевле, чем обычно. Переходите по ссылке в описании, закупайтесь гурме продуктами по невиданным низким ценам. Тартуфи, вы опять нас балуете. Вы знаете, сегодня почитал я отзыв. Помните, вот Рита и ее кипяток питье. Ну просто кринжовая пара. И мы с огромным удовольствием и интересом наблюдаем за этим безумием уже долгое время. Я, конечно, думаю, что создается какая-то непонятная секта. И вот сейчас начался новый курс кипяток питье. Он так и называется. Кипяток питье, дорогие мои. Первый, значит, соло 36 тысяч рублей, чтобы участвовать в этом самом действии. Не знаю, как это еще назвать, да? Продвинутый 56 тысяч и расширенный четверть миллиона рублей за одно место, если человек хочет получить расширенный какой-то доступ непонятно для чего. Там основные модули, 5 прямых эфиров за четверть миллиона, дорогие мои. Доступ на 5 месяцев после окончания обучения, медиаторы протокола и прочее. То есть представьте себе, 4 человека купят по 250 и у Феди уже миллион. И, кстати, писали сейчас мнение о том, как происходил этот самый кипяток питье. Посмотрела вторую часть сеткиного кипятка, присылает мне пташка из какого-то паблика. Где-то час на бэкграунде играла. Больше всего поразило его общение с Ритой Дакотой. Когда Рита вышла в качестве спикера, Рита Дакот, оказывается, у него была в качестве спикера, весь смысл их отношений встал на свои места. Когда Рита начинала рассказывать про свои инсайты, после развода Федя ее перебил и не воспринимал серьезный ее рассказ. Это было так. Рита, мне было так больно, так больно и тяжело. Ой, Федя, что ты меня за ногу дергаешь? Я что-то не так говорю? Далее Рита говорит что-то опять больное про себя. Федот ее опять перебывает. А почему ты без носок? Замерзни же. И мнение такое, дорогие мои, создалось у людей, смотрящих на этот самый эфир. Абьюс простыми словами. Человек минимизирует, человек выводит в ноль все личные переживания Риты Дакоты. Хотя, опять же, что здесь ожидать? Рита Дакота буквально на дне, как это подтверждено, документы слиты. Переписала собственное имя, сценическое имя, конечно, на Федора, ее теперешнего парня. Я напомню, с этим самым Федором кипятком питье она всего лишь два года. И вы знаете, вот сейчас они публикуют вот эти вот рыдающих людей. Люди, значит, плачут на камеры, и они вот это вот все выкладывают. Это было действительно мощно. Спасибо вам. Реально слезы ручьями. Медитация до глубины души, пишет одна из их подписчиц. Я давно так не плакал. Это была невероятно очень крутая медитация. Так благодарна, так не плакала давно. Если такие эмоции на кипятке, пишет третья, то страшно представить, что будет на медиторию. Медиториями это еще отдельный курс у этого самого Федора кипяток питьей. И вы знаете, когда я смотрю на подобную реакцию их подписчиков, у меня складывается четкое ощущение, что создается секта. Вы знаете, я смеюсь над Федором, парнем Риты. Мы здесь все смеемся на самом деле. Многих забавляет, когда мы комментируем эти самые новости из их жизни. Но, когда ты видишь такую реакцию от живых, реальных людей, которые платят им деньги, их настолько пробирают, что люди сидят и рыдают. Вот здесь у меня огромный вопрос в том, что Федор, возможно, смешон со стороны. Но если ты начинаешь узнавать его методику и его общение с аудиторией, вот напрямую заплатив деньги, складывается впечатление, что человек давит на какие-то больные точки. Человек манипулирует собственными подписчиками, которые несут ему деньги. И здесь складывается ощущение, что его просто боготворят. Его возносят на пьедестал, иными словами, гуру, какого-то просветленного человека, который показывает правильный путь. И людей настолько пробирают, что они рыдают на камеры и выкладывают это все в публичные сети, в социальные сети. И здесь, конечно, понимаю, что человек гигантский манипулятор. И то, что Рита, дорогие мои, вот как вы пели, да еще до этого Федота, сколько лет, да? И вы переписываете свое собственное сценическое имя. По какой причине нужно было отдать права на свой сценический псевдоним своему парню, которого ты знаешь два года? Жуткий манипулятор. И вы знаете, это уже не ха-ха. Я читаю вот это вот. Я делаю умозаключение и мурашечки по коже, потому что человек, видимо, страшный. Вот как? Вот я сейчас встречу бойфренда, да? И перепишу на него, отдам все свои права на Антон С. Нет их прав, они не зарегистрированы. Но, тем не менее, дам себе пароли к своим Ютубам, к своим Инстаграмам. Ну как? Ведь два года вместе. Что должно быть у человека в голове? А я вам скажу, что у человека в голове податливый человек, который попал в лапы манипулятора, и, иными словами, абьюзера. Страшно смотреть на это. А вы знаете, что интересно? Вот если смотришь на это все семейство, кто не знает, но Рита Дакота была до этого, до Федора Кипяток Питье, со своим парнем Соколовским. Правильно? Соколовский он, да? Соколовский. И вот если ты заходишь на Инстаграм вот теперешней девушки Соколовского, она пишет следующее. Я доверилась миру, себе, высшим силам, и открылась этому опыту. Я общалась с душой Дэвида в практике, учила его крутить спирали и давала потоки. Вы слышите набор слов, да? Окружалась нас защитой. Практика, которая помогает находиться в своем куполе. В каком куполе? Какая защита? Какие потоки? Очень простая, но очень мощная. Когда женщина расслабляется и доверяет слушать себя, то все происходит лучшим образом. Это она ответила таким образом. На вопрос, как поняла, что готова к малышу, она начинает говорить про купола, про потоки, окружение себя защитой, защитой и крутить спирали. На вопрос, как ты готовилась стать матерью? Те. И знаете, складывается впечатление, что все в том семействе, да, оказывается из осознанных, из просветленных. Люди, которые знают, как гнуть спирали, как находиться в потоке, окружать себя куполом. Это страшно, когда взрослые люди несут такую ахинею, несут такую ересь. Нет, я верю, я допускаю, что возможно найти какой-то способ, я не знаю, выходить из стрессовой ситуации, из способа медитации. Ну какие спирали? Что такое спирали? Что такое купола? И не говорите мне философскую нагрузку всего этого. Для меня это интернет-шарлатан. Для меня это Инстаграм пустое место, которое умеет правильно монетизировать свою деятельность. Ты читаешь такое, и становится страшно. Это теперешняя дама бывшего мужа Риты Дакоты Соколовского. То есть и тех под свое осознанное крыло они взяли. Интересно послушать ваше мнение? Давайте пообщаемся в комментариях. Помните замечательную Селену Гомес? Ой, какая же лапочка, какая же душечка. Ну просто красавица, неимоверно талантливый человек. Если я хоть как-то упоминаю Селену Гомес в своем телеграм-канале в свете, я не знаю, она толстая или некрасивая, или еще что-то. Ну вот, упаси Боже, какой ты камушек в ее огород. Просто армия защитников Селены Гомес. И вот, пожалуйста, сейчас она сняла документальное кино о своей жизни. Ну все же, всем нужно поделиться инсайтами, куполами и гнутыми спиралями. И значит, слезы в нужных местах, конечно. Да, я работала с пеленок, ну там мы все поняли. И вот наступает момент, когда она рассказывает о перенесенной волчанке. Это тяжелейшая болезнь, от которой едва она не отдала Богу душу. Спасла ее тогда только трансплантация почки, которую пожертвовала ее замечательная подруга. Вы смотрите, вот они лежат после трансплантации этой самой почки в больнице. Значит, Франция Раиса. Франция это латиноамериканская актриса, кто не знает. Это известный на самом деле момент, когда ее подруга спасла ей жизнь, отдав ей свою почку. Они с Гомес дружили более 10 лет. С Селеной Святой Гомес. Недавно Франция рассказала, что ей пришлось навсегда поменять рацион после того, как она отдала одну почку подруге, так как, ну, одна почка, видимо, не справлялась в тех нужных пропорциях. И вот в этой документалке Селены Гомес про Францию вообще ни слова. Более того, в интервью Селена Гомес заявила, что не дружить с селебрить вообще ни с какими. И у нее только одна подружка среди знаменитостей. Это значит у нас Тейлор Свифт. А про подругу, отдавшую свою почку, спасшую жизнь Селени Гомес, вообще ни слова, ни полуслова. Фанатам Селена объявила, что ей очень жаль, что она не смогла упомянуть всех знакомых в своем фильме. Ну да, знакомые, хороши знакомые, да, дорогие мои? Она же только всего лишь почку отдала. Она всего лишь в прямом понимании этого слова спасла тебе жизнь. Ни слова, ни полуслова, а замечательный Селена Гомес. После этого Франция отписалась от Селены Гомес, написав короткий пост. Ну, типа, понятненько, если это перевести образно с английского языка. Знаете, это всегда показатели. Мне кажется, вот неважно, какая кошка перебежала дорогу между вами, ты обязана быть благодарной человеку, который в прямом понимании слова, отдав свой собственный орган, спас тебе жизнь. Ты дышишь, ты поешь, ты записываешь свои слезливые документалки только благодаря тому, что в свое время твоя подруга отдала тебе свою почку. И в этом фильме, ни слова ни полуслова, мне очень жаль, что не всех знакомых я могла упомянуть. Я не хочу, я не люблю быть таким человеком, который говорит, а вот я знаю, этот человек плохой. И знаете, пройдет время, этот человек оказывается плохой, да? Я не люблю смотреть на людей в контексте, все плохие, и это только время покажет, что они плохие. Да люди вообще все, знаете, сложные. Кто-то бывает плохим, кто-то бывает хорошим. Для кого-то ты плохой, для кого-то ты хороший, да? Но про Селену Гомес, такая, знаете, подколодная такая, да? Дама вот такая. Я не знаю, как это охарактеризовать. Я не знаю, как охарактеризовать эту ситуацию. Я посмотрел эту документалку, и было неимоверно противно. Интересно послушать ваше мнение, не изменилось ли это самое мнение о Селене Гомес после просмотра этого фильма. Ксения Собчак заявила следующая цитата. Кстати, раз уж на то пошло, как только у меня начались обыски, вся команда Телеграма была временно релацирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится. Но, конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным, потому что наша общая позиция остается прежней. Чтобы помогать людям в России, надо работать в России, так она заявила. И вы знаете, интересный момент, да? Двоих она, считай, потеряла из-за замечательного паблика, который сейчас доказали, что это был ее паблик. И вся информация, которая шла в этот паблик, шла от Ксении Собчак. И вот сейчас она в срочном порядке релацировала абсолютно всю команду и не стала рисковать тем, что, возможно, их тоже могут арестовать. Сейчас идет вот это вот дело о вымогательстве гигантской суммы от одного из героев, о которых она писала. Болинсиага ушли из твиттера. Модный дом Болинсиага удалил свой аккаунт из твиттера, став первым из реально таких серьезных мейджор-брендов, которые выразили протест против политики Илона Маска. Знаете, я обожаю Илона Маска. Я люблю все, что он делает. Он визионер, он крутой бизнесмен, он способен делать из самых безумных идей серьезные деньги. Но покупка твиттера и действия Илона Маска, вот здесь у меня немножко пошатнулось мое мнение об Илоне Маске. Вы знаете, я всегда тот человек, который считает цыплят по осени. И сейчас ты смотришь на действия Илона Маска, вы знаете, мне кажется, поверил в собственную значимость, заигрался немножко. Сейчас же заявил, что вполне допускает банкротство твиттер. Ну да, серьезно. Давай, купи твиттер за 44 миллиарда долларов и обанкроти его. Нет, имеет полное право. Он полноправный хозяин этой всей шарашкиной конторы. Но в этот момент у меня создалось двоякое впечатление о господине Илоне Маске. Возможно, он играет, и возможно, он выиграет эту игру, возможно, он вывернется из этой ситуации. Но время покажет. Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России. Заявил он, что решение закрыть организацию никаким образом не связано с войной в Украине. И вот мне сейчас интересно, сдаст ли он свой российский паспорт. Время поменялось. Время поменялось очень сильно. Смотришь на реалии, которые еще год назад были немыслимы, а сейчас то, что происходит, ты просто не веришь своим глазам в дурном сне. Но вот такая вот информация. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, в каждом населенном пункте есть свой приют, который очень сильно нуждается в вашей помощи. Прогуглите, узнайте и обязательно помогите, дорогие мои сплетники. Я вас обожаю за ваше добросердечие и любовь к братьям нашим меньшим. Прожайте доказывать, дорогие мои сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетники, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Лично благодарны всем спонсорам канала. Ребята, я вас обожаю. Спасибо всем, что приходите на этот канал каждый день в течение 20 минут, провести вместе время, пообщаться, пообсасывать косточки и пообсуждать на самые горячие темы. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok